Росомаха Однажды ранней весной привезли в зоопарк Росомаху. Она была похожа на огромную куницу, темно-бурая, покрутая длинной жесткой шерстью. Поймать Росомаху было очень трудно. Живет она в глухой тайге, выходит на охоту ночью, и хотя с виду неуклюже, она лазит по деревьям ловко. Когда Росомаху посадили в клетку, она прежде всего осмотрела ее, но увидев, что уйти нельзя, забилась в угол и дальше не вышла оттуда за кормом. В этом углу Росомаха проводила целые дни. Она лежала там, свернувшись клубком, такая угрюмая, дикая, и если кто-нибудь из посетителей подходил слишком близко к ее клетке, злобно рычала. А глаза у нее загорались зелеными огоньками, отчего Росомаха казалась еще злей. Так вела себя она днем. Зато вечером, как только закрывали зоопарк и уходил последний посетитель, Росомаха вылезала из своего угла, мягкими, бесшумными прыжками вметалась по клетке, рвала зубами решетку или начинала рыть лапами земли. Но решетка была крепкая, а под слоем земли находился цементный пол, и подрыть его Росомахе было неподсильно. И все-таки из ночи в ночь она упорно искала выхода из клетки. Росомаха плохо ела и стала такая худая, как будто ее не кормили совсем. Прошло несколько недель, и вдруг поведение зверя неожиданно изменилось. Росомаха больше не лежала в своем углу, и все как-то беспокойно металось, рыла то в одном, то в другом месте яму, собирала туда разную подстилку, укладывала ее, а потом чем-нибудь стревоженное опять рыла и опять все перетаскивала на новое место. Сначала никто не мог понять, в чем дело. Потом догадались, что у Росомахи, наверное, скоро должны родиться детеныши, и она ищет место для логова. В клетку поставили домик. Домик был просторный, похожий на собачью будку, а внутри сделана перегородка, чтобы не задувал ветер. Однако Росомахе домик не понравился. Он совсем не был похож на ту нору, в которой она привыкла жить на воле, и Росомаха никак не хотела в него заходить. Наконец, после долгих поисков, она устроила логово под домиком. Вырыла небольшое углубление, выслала его своей шерстью, а через несколько дней оттуда послышался писк новорожденных. С этого дня Росомаха почти не отходила от своих малышей, лежала около них, ухаживала, кормила, грела и так старательно вылизывала, что их шерстка всегда была пушистая и чистая. Выходила Росомаха из своего логова только за кормом. Бросит ей служитель мясо, она схватит его и скорее спешит к малышам. Теперь она не рвалась, как прежде, на воле. Как раз служитель забыл закрыть за собой дверь. Клетка осталась открытой, но даже тогда не ушла Росомаха. С появлением маленьких детенышей Росомаха перестала тосковать и рваться на воле. Они лежали такие маленькие, такие пушистые и почему-то всегда рядышком, и как только подходила к ним мать, поднимали свои тупые мордочки и тянулись к ней пососать. Малыши были упитанные, зато их мать худела с каждым днем все больше и больше. Ей давали столько мяса, что хватило бы даже волку, но она почти ничего не ела. Все, что ей давали, она относила детям, а сама оставала голодной. Ее пробовали кормить отдельно, отсаживали от малышей в другую клетку, клали им мясо, но Росомаха рвалась обратно, к детям и не ела совсем. Прошло около двух месяцев. За это время малыши подросли, окрепли и уже сами вылезали из логова. Они были очень забавны, эти двое маленьких Росомашек, такие толстые, такие неуплюжие, похожие не то на щенят, не то на медвежат. Целые дни они возились друг с другом. Когда детеныши играли, мать сидела рядом и наблюдала за ними. Случалось, что какой-нибудь из них отбегал дальше, чем полагалось. Тогда она осторожно брала его за шиворот и приносила обратно. Если же ей казалось, что детенышам грозила опасность, она как-то по-особенному рычала, и детеныши, словно по команде, скрывались под домиком. Особенно волновалась Росомаху, когда они подходили к соседней клетке, в которой сидели два волка. Серые хищники давно охотились за ее малышами. Если те подбегали к решетке, волки злобно рычали. Шерсть у них поднималась дыбом, они хватали зубами за сетку и с силой дергали, стараясь схватить Росомашек. Днем волку подгонял служитель. Но зато ночью им никто не мешал. И вот однажды, когда волки, как обычно, дергали сетку, она не выдержала напора, разорвалась, и два серых хищника пролезли в клетку к Росомахе. Увидев, что детенышам грозит опасность, мать смело бросилась к ним на защиту. Она была гораздо слабее двух волков, и не будь ее детей, уж, наверное, постаралась бы уйти. Но разве могла уйти и оставить своих детенышей Росомаха мать? Она яростно кидалась то на одного, то на другого волка, увертывалась от их укусов, бросалась опять, не давала им подойти к детям. Несколько раз пробовали волки пробраться к ним под домик, и каждый раз их отгоняла Росомаха. Но вдруг в борьбе кто-то опрокинул домик. Две маленькие испуганные Росомашки остались совсем без прикрытия. Жадные к добыче волки уже готовы были их схватить, но мать успела закрыть их с собой. Она всем телом лекла на малышей и с какой бы стороны ни старались их схватить волки, моментально поворачивалась и встречала волков оскаленной пастью. Закрывая с собой детеныши, Росомаха даже не могла теперь вернуться от укусов волков и все-таки находила в себе силы отбивать их нападение. Неизвестно, чем бы кончился этот неравный бой, если бы на шум не подоспел сторож. Он быстро отпер клетку, загнал волков на место, потом крепко задел отверстие и подошел к Росомахе. Росомаха так ослабела, что у нее не было даже сил подняться. И все-таки, когда сторож хотел поглядеть, целы ли ее малыши, она оскалила зубы и по-прежнему была готова их защищать. Убедившись, что малыши невредимы, сторож ушел, а Росомаха с трудом приподнялась и стала нежно прилизывать зверешиную шерстку своих детенышей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова